Вот тут такой замечательный альбом, просто я вот смотрю и глаз радуется. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Валерий. Мне очень приятно, что вы сегодня в гостях в нашей программе «Статусы». И нашим телезрителям я хочу сказать, что с сегодняшнего момента я буду соведущей Руслана Машрапова. Он будет вести на кыргызском, а я на русском языке. И мне очень приятно, что эта программа у нас сегодня встречает такого интересного гостя, потому что Валерий является директором Швейцарско-Центрально-Азиатского делового совета. И, ну, коль уж мы сегодня с вами встретились, давайте, наверное, будет уместным сказать о том, что на днях, буквально на днях, завершился конкурс на лучший туристический слоган страны, где ваша организация выступила и инициатором, и спонсором. Наверное, об этом поговорим, да? Ну, давайте, конечно, да. Вообще, на самом деле, мы сферой туризма здесь интересуемся давно. И в прошлом году представилась возможность, договорились мы с департаментом туризма о совместном этом конкурсе, потому что до этого у страны какого-то такого, ну, были разные слоганы, использовались они, но профессионально выбранного не было. И вот мы постарались, как сейчас модно говорить, краудсорсинг сделать, то есть обратиться к людям, для того, чтобы люди давали свои собственные варианты. Собрали очень много вариантов, собрали 6,5 тысяч вариантов. Это, по-моему, рекорд. Да, да, абсолютно рекорд. Выбрали несколько, наградили призеров и так далее. Ну, вот, собственно говоря, сейчас, наверное, будем двигаться дальше уже. Двигаться дальше в каком направлении? Вы будете двигаться дальше как организация, которая занимается инвестициями, финансовыми рынками или как? Ну, своими финансовыми рынками мы и так занимаемся. Я имею в виду, если мы говорим про туризм, то можно много что еще сделать для того, чтобы в страну все-таки приезжали люди больше, чтобы они оставляли здесь больше денег, чтобы инфраструктура у нас улучшалась, чтобы, в общем. И вот над этим мы работаем. Мы уже во время проведения этого конкурса на слоган придумали еще один формат. На самом деле, это не мы его придумали, это, конечно, придумал Максат из департамента туризма. Максат Дамирулу. Максат Дамирулу, да. Он директор департамента туризма в ведомстве, которое мы называем Министерство культуризма. Ну, это очень сложно, конечно. Но, значит, формат состоит вот в чем. Мы хотим сделать каталог маршрутов, энциклопедию маршрутов по Кыргызстану. То есть, вы еще вносите туда практическую какую-то значку, да? Абсолютно практическую, да-да-да. Это совершенно не просто так для того, чтобы там... Ну, это очень-очень практическая, очень прагматическая вещь для страны. Просто у нас в стране, ну, в кавычках, любят проводить всякие конкурсы, choice number one или еще что-то. То есть, вы не болеете этой болезнью? Не-не-не, это не для этого. На самом деле, я могу объяснить, почему мы очень с большим энтузиазмом эту идею восприняли. Потому что я сам такой немножко путешественник. Когда удается куда-то вырваться по стране, то мы организуем поездки. Просто берем несколько машин, ездим. Я сам люблю фотографировать. Ну, вот этот альбом я просто... Очень-очень радует кыргызская природа. И когда я еще совсем здесь первый раз оказался, это был 2005 год, я еще не знал вообще ничего совсем по Кыргызстану. Я знал, где находится Иссык-Куль. И знал, что рядом с городом есть Аларчинское ущелье. И вот когда кто-то приезжал, потом спрашивают, Валер, слушай, ну, коли в такой стране оказался, а куда съездить-то можно? Я говорю, ну, вот на Иссык-Куль можешь съездить. Вот там, хочешь там 45 лет от города, вон до Аларчи дает. А куда еще? Валерий, подождите, я отъезжу. А много людей вы познакомили с нашим Кыргызстаном? Да. Вы лично? Да. Я лично, ну, значительно больше сотни. Серьезно? Значительно больше сотни, да. Серьезно? Да, да, да. В основном это люди, у которых есть какой-то деловой интерес. Они приезжают по делам, ну, большая часть по делам, либо в эту же поездку, либо уже в следующий раз возвращаются как туристы. Тогда в любом случае, получается, вы промоутер нашей страны. Я пропагандист, самый-самый настоящий, да, и этим горжусь, потому что страна великолепная, она достойна того, чтобы ее рекламировать, продвигать. Так вот, я, собственно, продолжу. Не так много очевидных мест, куда можно людей отвезти. Более того, даже если кто-то, например, там слышал, что есть сырочелек, что есть там еще какие-то, я не знаю, там каньоны красивые, а вот можно туда в феврале, например, поехать или нет? Ну, кто-то знает, кто-то не знает. А вот, например, если туда лезть, а можно с детьми маленькими туда поехать? Ну, непонятно, неизвестно, да? Так вот, мы хотим сделать, мы хотим людям дать возможность поехать по каким-то маршрутам, которые они сами для себя выберут, у нас этот маршрут зарегистрировать, мы им объясним, как надо снимать, обязательно, обязательно они должны будут объяснить этот маршрут, то есть его сдокументировать, там может быть GPS этим самым навигатором, ориентирами там вот у этого там скалы направо, здесь налево и так далее. Для того, чтобы потом другие люди, посмотрев вот этот вот ролик, который они сделают по результатам поездки, причем ролик мы им сами смонтируем профессионально, чтобы они могли сами поехать. Потому что у нас ситуация какая, я вот ходил по сайтам туристических агентств, они, конечно, наши союзники в этом мероприятии, ну, может быть, немножко и в каком-то смысле, ну, не конкуренты, а мы немножко их монополию растрясем, потому что на сайтах туристов... Они, наверное, вас полюбят после этого. Ну, не знаю, не знаю, есть вот единственная организация, которая честно выкладывает прям маршрут, прям вот этот союз пешеходного туризма. Вот все остальные, они говорят, вот смотрите, какие фотографии. О-о-о, смотрите, вот сырочелек. О-о-о, вот смотрите, там, каньоны там. Но они говорят, как туда добраться. Они говорят, как туда добраться, да. Ах, какие хитрые. Поэтому, типа, уходите, обращайтесь к нам, мы вас туда довезем. Вот. Мы хотим... Ну, а не все хотят это делать через турагентство. То есть турагентство молодцы, пускай они зарабатывают, но... Наверное, мы просто каждый заинтересован в монополии. Не-не-не, здесь не монополии, здесь монополии никакой нет. Вот. Ну, многие люди сюда приезжают, они сами берут машину или сами там находят кого-то, кто их куда-то везет, и они хотят своей компании спокойно, без всяких автобусов, там, без толпы. Вот. И мы фактически, фактически хотим сделать каталог. Так. Причем такой смарт-каталог, умный каталог. То есть так, чтобы люди могли еще выбрать по параметрам. Например, маленькие дети, да? Можно, нельзя. Можно, нельзя. Время года. Опасности. Категория опасности. Там, что там может быть. Там, я не знаю, там, есть экстремалы, которым рафтинг нравится, которым нравится там с горы скатываться, там, без трассы лыжной, да. А есть люди, которые, наоборот, они видят красивую природу, но они хотят очень уверенно, спокойно отдохнуть, там, с семьей, там, не знаю, там, с компанией и так далее. И вот мы, по сути, опять это такой краудсорсинг, мы усилиями людей хотим за год-два паспортизовать, сделать паспорта, вот, максимум маршрутов по стране. То есть, такое, дорожная карта Кыргызстана, да? Ну, дорожная карта сейчас немножко в другом смысле. Ну, она просто очень такая модная, но тем не менее. Да, ну, энциклопедия маршрутов. Валерий, вот, смотрите, конкурс прошел, и социальные сети буквально распирало, да, от всяких эмоций, да, и тут начали привязывать слоганы и к теме урана, там, к теме экологии. На самом деле, вот, казалось бы, да, вот, вы хотите, чтобы туризм в Кыргызстане развивался, да? А видно ли, да, что туризм будет развиваться? Или все-таки... В соцсетях полно негатива было, конечно, я уж после этого конкурса читал, мне самому было не очень приятно это читать, но в основном негатив какой был? Теперь, ребята, вот вы думаете, что вы слоганом там можете... Исправить ситуацию. Исправить ситуацию, а на самом деле сделайте хотя бы нормальные туалеты, там, заставьте эти самые мини-отели на Иссык-Куде. То есть, это вам писали. Не сливать. Да, это нам писали. Это нам писали. В швейцарском, в азиатском деловом советах писали такие вещи. Да, писали, что зачем вы это делаете, вы тратите деньги, у нас там первый приз просто был 5000 долларов. Здесь, по-моему, неадекватные комментарии. Нет, в этом есть огромнейшая доля здравого смысла, потому что действительно что-то надо делать системное здесь с состоянием туристической инфраструктуры. Я думаю, этим должны заниматься непосредственно граждане Кыргызстана, а не те, кто хотел бы здесь заниматься. Азир, туризм это бизнес. В бизнесе никто никому ничего не должен, если он только не взял в долг. Ну, возмущаются-то граждане. Ну, возмущаются граждане, но в туризме надо просто создать условия, не лозунги, как бы говорить, что наша страна должна быть чистой, надо построить, надо сделать, надо там забетонировать. А нужно создать для этого условия. И это как раз огромные-огромные-огромные задачки. Я не берусь считать, что у меня есть какой-то золотой ключик к ней. И, в принципе, да, правительство тоже, конечно, оно этим заботится. Но у правительства есть всего лишь бюджет. Бюджет маленький. Мы смотрели программу развития туризма, утвердили ее несколько лет назад, не буду врать, какую-то там очередную. И там даже в плане мероприятий стоит там средства частного сектора или донорские средства. То есть, ну, фактически правительство принимает программу, да, и говорит, что у нас на нее денег нет, но вообще вот это надо обязательно сделать, но денег нет. Ребята, давайте как-нибудь там сами постарайтесь найти. Как бизнесмен, какие пути вы видите, чтобы вот развивать туризм в Кыргызстане? Я свято верю в рынок. Я считаю, что рынок это то, что, в принципе, всегда регулирует все эти вопросы. Что у нас есть на данный момент? У нас есть сумасшедшая красивая природа. Просто сумасшедшая красивая природа. С точки зрения культурного наследия здесь, конечно, жидковато. Сравнить с соседним Узбекистаном, так у нас практически вообще ничего нет. Там пара этих самых башен полуразрушенных, там минореты какие-то там и так далее. Может быть, какая-то аура, оставшаяся от былых лет о том, что здесь когда-то проходил Великий Шелковый Путь. И все. Но у нас сумасшедшая природа. И она чистая природа. И она очень хорошо отвечает запросам туристов из разных стран, которые хотят экотуризм, которые хотят совершенно... Они готовы спать в палатке, они готовы путешествовать. То есть вы видите несколько направлений? Есть несколько направлений, да. И нам нужно просто правильно... Вот почему мы, собственно... Ну, это не мы вложили деньги. Мы пригласили финансовую компанию, уважаемую швейцарскую финансовую компанию. Лиман называется, попросили у нее деньги на этот конкурс. И, собственно говоря, почему именно слоган? Потому что рекламировать надо. Вот как порвать вот этот вот порочный круг? Как? О том, что сюда никто не приезжает или там... Подскажите, давайте, подскажите, вы решите. Приезжать не столько, сколько мы хотели бы, да. Приезжать потому... Ну, понятно, почему порочный круг. Инфраструктура не позволяет приглашать туристов состоятельных. Соответственно, в инфраструктуру надо же вкладывать. А для того, чтобы вкладывать, они же должны приезжать. То есть это такой вот порочный круг. Реклама, она его способна порвать. Не полностью, не сразу, но способна. Второе, конечно же, без административного ресурса здесь никак не обойтись. Нужны правильные законы, нужны правильные меры. Но в этом у нас, слава богу, все пока в порядке. То есть наше законодательство позволяет, да? Дело не в законодательстве, дело вот в мерах, которые именно исполнительная власть принимает. Что сделали великолепного? Это без виз. Ой, это вообще здорово. Это супер. Это здорово. То есть вот это вот самое нужное, что сделали для туризма за последние годы. Отменили визы. Не помню там на сколько дней, на 30 дней, по-моему, для целого списка государств. Что потом произошло? Сразу, то было два или три рейса из Дубая в Бишкек в неделю. Сейчас два рейса в неделю в сезон. Два рейса в день. В день. Два рейса в день. Я езжу по стране, смотрю, попадаются ребята вот в этих вот традиционных уже арабских всяких там одеяниях. Уже их стало больше. И это классно, потому что это ребят с деньгами. То есть если европейские туристы у нас еще разные, есть еще там, ну мы их всех уважаем, но как бы стране все-таки нужны, конечно, более туристы именно состоятельные, которые больше денег оставляют. Полно велосипедистов, полно всяких экстремалов. Там они приезжают, спят в гостиницах за 15 долларов, там питаются у дороги, спят в палатках, улетают. Спасибо им за то, что они посетили страну, но все-таки страну вытащит немножко другой туризм, такой больше-больше вип. А вот для випа... Лакшери, лакшери, не лакшери, я не знаю, да лакшери нам еще далеко. Конечно, нам далеко, но надо мечтать о звездах надо. Можно не мечтать, можно на самом деле спрогнозировать. Я считаю, что вот этот вот поток туристов из арабских стран, он рано или поздно притащит нам кого-то, кто построит один нормальный, хороший отель на Иссыкуле. Вот реально хороший отель. Я не хочу обидеть там ни Байляна, ни кого, у кого там эти самые туристические объекты, они хорошие для нашей страны, они качественные, мы сами любим там отдыхать. Раз вы прогнозируете, такое время. Вот что-то прямо вот такое, а? Какое время вы... Давайте просто вот загадаем вот... Ну я этого жду... Смотрите, я этого жду каждый год. То есть я жду каждый год, что кто-то приедет... То есть отчет уже пошел, да? Влюбится, да. И чисто иррационально, не для того, чтобы заработать много денег сразу, потому что заработать даже на четырехзвездном, качественном, вот по европейским нормальным меркам, четырехзвездном отеле на Иссыкуле очень сложно. Все-таки это там короткий сезон, там обязательно будут какие-то там проблемы с местными, обязательно кто-то будет там какой-нибудь там, не знаю, пытаться Данию облагать и так далее, там проблем будет много. Но вот кто-то, кто это решится сделать, он сделает это, скорее всего, не для бизнеса. Он сделает это потому, что просто вот он хочет это сделать. Вот он приехал, вот ему вот здесь понравилось. А если бы у вас... И дальше, вот за этим потянутся остальные. Я хочу просто вот немножко спровоцировать вас. А если бы у вас были такие вот инструменты, вы бы сделали бы это на Иссыкуле? Как вы лично? Ага, видите как. Мне немножко сложно на эти вопросы отвечать, потому что мы несколькими фондами управляем, которые как раз в объекты по недвижимости вкладываются. Ну, если строго сказать, это не наш формат. То есть мы рекреационные объекты не финансируем. У нас, как правило, такая достаточно тихая, спокойная застройка там в Германии, в Австрии, в Люксембурге. То есть вот такие вот объекты, которые просто там... То есть если к вам кто-то придет с инвестиционным проектом, да, вы это не рассматриваете? Нет, мы будем рассматривать. Мы, на самом деле, смотрели в прошлом году несколько. Они нам не понравились там по ряду объективных причин. Что мы можем сделать? Мы можем кого-то пригласить. То есть мы можем выступить организатором, может быть, даже софинансировать, но в какой-то маленькой доле. Какой-то такой начальный стартовый этап. И здесь я опять-таки, Назир, повторяю, что это первый, кто первый это сделает, это будет не бизнес-инвестиция. Это будет... Это просто вот пришел, влюбился, построил. Да? Да. Потом, потом... Люди же копируют друг с друга. Они видят, ой, смотри, там вот эта сеть открылась. Ой, смотри, кто-то притащил там Хилтон на Иссык-Куль, допустим, да. Или кто-то там Широтон открыл там на Южном берегу. Слушай, наверное, в этом что-то есть. И потихонечку пойдут. И вот за ними потянутся статусные туристы. И вот они позволят это все поднимать. То есть вот этот вот круг разбивать. То же самое, та же самая абсолютная история с лыжными базами. Та же самая история с туристическими объектами в регионах. Потому что в Нарыне можно достойно сделать нормальный отель. Я не говорю там про пять звезд. Он не нужен пять звезд в Нарыне. В Нарыне? Там же холодно. В Нарыне отлично. В Нарын едут люди круглый год. Серьезно? Круглый год едут в Нарын. А сезон там вот этих вот пеших экскурсий и так далее начинается достаточно рано. На Иссык-Кулище люди не едут купаться. И очень много туристов мы видим в Нарыне. Там вот сейчас один отель, еще один открылся хороший. Более-менее там такой приличный. Вот я знаю, вы любитель таких поездок. Я знаю, что вы купаетесь в горных речках. Ну, я купаюсь в горных речках. Почему? Ну, потому что вода чистая. А на самом деле, если честно, ответить, то просто негде купаться. Серьезно? Да. Потому что, Дазир, там на третий день пребывания в каком-нибудь Читкале просто физически начинаешь чесаться. Поэтому без горной речки никуда. Так что тут я извиняюсь. Приходится. Я просто подумала, что, может быть, вы экстремал. Нет, нет, нет. Я абсолютно не экстремал. Ездим на машинах. Пешие у нас, походу, они, как правило, там полдня куда-нибудь. Ну, вот я вот опять хочу обратить внимание на вот этот вот фотоальбом. Вот на самом деле, я так поняла, это не первый альбом, да? Нет, не первый. Вы как фотограф, да, здесь выступаете тоже? Ну, я такой фотограф-любитель с дорогой камерой, как бы, да? То есть я... У меня камера дорогая. Все время научился фотографировать. Я не ходил ни на какие курсы. Просто, честно, не было времени. Фотографии замечательные. Ну, они неплохие. Они вот, ну, мне вот... Ну, мне понравилось. Я с точки зрения, вот, например, я же тоже человек снимающий. Мне нравится. Гораздо более профессиональные фотографы здесь. Гораздо более профессиональные. Ну, я знаю. Может быть, даже когда-нибудь выставку сделаем в городе. Сейчас вот надо будет, наверное, с мэрией этот вопрос обсудить. Вы свою сделаете? Нет, нет, нет. Я просто как организатор. Потому что, я говорю, есть люди, у которых... Вот я их постоянно, когда вижу фотографии на интернет, сохраняю себе в телефон. Просто потом просматриваю, чтобы у них учиться. Потому что люди действительно видят. Ну, вот, это дар видеть. Знаете, вот, очень интересно, когда вот человек, вроде бы, состоявшийся, и вы не перестаете учиться, это удивляет. Потому что у нас же многие достигают определенного уровня и говорят, ну, все, я уже такой крутой. Ну, как фотограф-то, я не состоявшийся фотограф. Я фотограф просто вот, ну, страна мне нравится. А может, когда-нибудь вам захочется снять фильм? Никогда в этом не пробовал себя. Ну, хотя, наверное, когда вот мы этот конкурс объявим, мы для затравки сами тоже сделаем что-нибудь. Мы не будем претендовать на призы, естественно, потому что мы же сами их объявляем. Но мы... Я бы несколько маленьких таких вот... Я не знаю, это не фильм, это ролик, скорее, да, по маршруту. Клик, да? Маршрут-ролик такой, да. Я бы снял. Потому что мы несколько маршрутов даже сами просто обнаружили здесь. Да, да, да. Некоторые места, в которые мы залезли, там, конечно, профессиональные туристы, профессиональные вот эти ходоки, ходуны были, но для... Ходоки? Я почему-то Игру престолов вспомнила. Не надо Игру престолов, я тебя обмоляю. Где-нибудь не будем говорить об этих Играх престолов. Есть маршруты, которые настолько неочевидны... А где они есть? Что они есть во всех регионах. А вы во всех регионах были? Я был во всех регионах, да. А какой регион самый любимый? Самый любимый Читкал. Читкальский район. Да, я там причем оказался по бизнесу в 2000... Дай бог памяти, в 2008 или 2009 году. Мы там с партнерами купили несколько лицензий на разработку золота. И я туда завез геологов. И сам, когда приехал в этот район, там еще были гораздо более разбитые дороги, чем сейчас. Я просто настолько был поражен, что, честно говоря, для меня это самое-самое любимое место. Второе, наверное, вот всякие Нарынские окрестности. Малый Нарын. Всем рекомендую съездить по Малому Нарыну наверх, доехать до Нарына, потом через заповедник подняться через два мостика, и по реке Малый Нарын дойти до Высокогория, а потом выйти снова на трассу. Вы настолько хорошо ориентируетесь по нашей стране. Я вот в городе, у меня наступает топографический кретинизм, я не могу разобраться, а вы целую страну прямо наизусть знаете. Ну, мне вот просто это нравится. Вам нравится? Просто это нравится, да. И я это... Не просто мне это нравится, я еще постоянно организую какие-то поездки там для своих друзей, и каждый раз стараемся хотя бы какой-то уголок новый увидеть. Я почему про фильмы заговорила, потому что у нас... Я знаю, что есть золотое правило, что после окончания программы обязательно ставится очень хороший фильм, и сегодня будет тоже прекрасная картина «Милана». Вот, вам она нравится? Картина я, к сожалению, не смотрю, но с удовольствием смотрю. Ну, я думаю, что сегодня вам предоставится такая прекрасная возможность. А нашим зрителям я еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях Валерий Тутыхин, исполнительный председатель Швейцарского Центрально-Азиатского делового совета. Так точно. Да, вот вам большое спасибо за то, что вы пришли к нам и приняли участие в этой программе. Мне было очень весело с вами беседовать. Спасибо, спасибо. И спасибо. До следующих встреч. Я думаю, что в следующий раз мы с вами встретимся, и у нас будет не менее интересная беседа. Хорошо, спасибо.